мы живем действительно в удивительное время время тектонических то есть глубинных эволюционных звездов глобального характера в человечестве земном они должны состояться мы видим что все плохо ужасно плохо но если все ужасно плохо значит в том состоянии находится мир критическом переходным где что-то за этим ужасно плохо должно следовать вот что-то должно это уже плохо каким-то образом заместить или изменить это рождается опять-таки в недрах земного человечества вот эта новая жизнь когда ужасно плохо все значит должно зарождаться что-то принципиально новое революционный сдвиг понимаете на революционной ситуации возникает вот мы как раз и есть эти революционеры духа единственный в единственном числе был иисус помните один единственный вот это настоящий революционер духа против такой махины против церкви выступить вот той самой церкви в единственном числе надо иметь мужество иметь революционный дух а вы все революционеры или нет или кто меньшевики да да вот так вот соглашатели справа слева только революционной с духовном плане должна быть а так нет это бесполезно бесполезно так что не будете революционерами духа толка от вашей духовной реализации нету именно эта сила пришла ночью когда произошло это нисхождение в тело я могла в любой момент направить один луч туда другой сюда коснулся одной точке другой все это ты это знаешь все для одного тела это делается не для одного тела для всей земли так вот мать в одном из переживаний когда она стала источником этих вибраций по горизонтали она почувствовала заразительность этой силы она почувствовала заразительность неизводимых ею вибрации то есть она ощущала что во все стороны и и расходятся тончайшими лучами вот эти заразительные потоки что они идут туда где они могут быть воспринят не туда куда мы пошли мы дак я пошлю там на сына на тещу там еще на кого-то нет вот они идут туда эти потоки где они могут быть приняты тем не важно вы понимаете да вот наш все время кровное родство нам бы своих как-то вот собрать здесь вот здесь в кружочек чтобы они все загорелись на духовном пламенем наша такая вот идиотская мечта спастись в кругу семьи родных и близких покойного а вот она идет туда где это принято будет ведь родство вот она духовно это первородство у нас же опять эту семейное да вот кровное генетическое родство а иисус первым сказал вот моя родня вот мои сестры вот мои братья те кто со мной идет вот в том направлении куда иду я так он сказал то есть он определил первородство духовного роста это самое главное родство а в семье то все дерутся там я даже не понимают хорошо что есть у вас спокойно есть семьи где вообще все вот так и где кровные расхода без духовного а куда она делась то куда я не говорю что вы должны бросать их всех хотят во мнении родные не в этом дело не в этом дело вы станете источником вот этого духовного родства и тогда глядишь и у них духовные расход простец они к вам духовного расход не испытывают них свое эгоистическое родство да ну если честно то это не значит что мы должны ой ой как все ужасно да все так было и во все времена так вот сегодня так время то совсем другое сегодня если не сделаешь главного то наверное погибнешь погибнешь имея духовный талант а имеет духовный талант и гибнуть вот этот нен самое ужасное не реализованный духовный талант это ужасно то есть это непонимание смысла жизни непонимание смысла собственного существовать для чего вообще все это затеяно вот это когда преодолеешь когда понимаешь для чего ты живешь вот тогда все встает на свои места мать о благоприятном разрешении возникающих проблем на всех уровнях 24 часа в сутки спонтанно абсолютно искренне вот отдаю это тебе господи а вот проблема вот здесь трудно о обстоятельства не было приятной возьми с моими знаниями нет не справиться сделай то что нужно отдаю все тебе это ежеминутное ежесекундное внутреннее движение так вот чтобы все в вашей жизни складывалось наилучшим образом для вашей души не для вашего это для вашей души вот надо всегда делать уточнение когда мы говорим о том чтобы все складывалось на для нас наилучшим образом если мы имеем ввиду наше эго наше хотение и желание это не то вот для вашей души нужно внутренние позиция всецело и абсолютно искренне сдачи год в руки господа делай со мной все что хочешь есть какая-то проблема не и не решить умом не решить господи реши ее ты не проще решить если это возможно вот ты признай что она есть вот мы никогда не признаем свои несостоятельности нам кажется что мы вполне состоятельно чтобы не жадные что мы не трусливые что мы не лицемеры что мы не ревнивые вот когда мы это видим будет вот проблема да господи это мешает мне разберись то есть полная сдача господа означает что все проблемы которые ты видишь себе ты ему предоставляешь разрешать не уму своему но это уже на той стадии когда вы действительно с ним знакомы и не в самом начале когда он вас не знает него его не знаете понимаете потока нет силы нет связи нет на радиоволне вы на его не находитесь нет связи а вот господи мешай все за меня проблем я буду сидеть мне все принесли то есть это идиотская позиция но когда вы открылись этой силе когда вас работает поток вы должны абсолютное доверие вот с этого времени испытывать ним вот вот здесь вы имея с ним связь начинаете доверять полностью понимаете пока нет связи он вас не знаю и вы его не знаете связи нет то есть вот это как бы смирение или готовность даться ему в руки не имея с ним связи он ничего не приведет вы будете просто бездействовать и ничего не делать и ждать пока он к вам придет навстречу и чет преподнесет так не бывает вот когда вы открылись ему когда вы ощущаете его присутствие вот тогда постепенно переходите на тот уровень взаимодействия с божественным что все проблемы решать ему и вам потому что только вы пытаясь решить проблем включается в включение ума вас отрезает от связи с ним то есть вот этот чудесным образом все должно состояться спустя какое-то время когда вы определитесь в своем стремлении когда вы откроетесь этой силе когда ваша истинная сущность станет приемником или будет настроена постоянно на божественную волну вот тогда помощь идет именно от него напрямую в любой ситуации вот оно что должно в конечном счете определять ваше существование из определенного момента когда ваше эго перестанет диктовать свои условия когда ваше хотение ну перестанет быть хотением да и новая супер ментальная жизнь будет проявлена в полной мере вы действительно начинаете испытывать чудо чудо новой жизни где нет трения никаких где нет не не нужно прилагать никаких усилий для достижения чего-либо вот что-то достигаете вы и это как-то безусильно происходит вроде бы вам хотелось этого ну было бы желательно чтобы было так но вы не настаиваете на об этом но она действительно вот то что было бы желательно вдруг становится вашим было бы желательно понимаете не требуете вот чтобы было так вот я хочу и вот она как-то очень чудесно все это проявляется и вы в общем-то с благодарностью готовы принимать все то что отнимет то что . даст вот интересно четко разделить вот два понятия терпение и смирение вы знаете что такое терпение как бы вы терпение определили вот что вот ты молодец терпение это когда я терплю пусть все плохо но будет лучше это терпение ты может быть я знаю что будет лучше или хочу чтобы было лучше вот терпение то терпишь терпишь терпи скрипя зубы и ждешь лучшего это терпения что такое смирение это готовность любой момент принять худшее не кликать у нее ждать у шо готовность принять лучше вот это настоящий смирением если вы готова в любой момент принять худшие по человеческим меркам вы смирение а если вы ждете лучшего то вы терпите это не смирение ясно хороший тест пользуйтесь вот даю вам это очень хороший тест терпение смирения для чего смирения смирение когда полностью появляется вас божественной воли то есть вы готовы в любой момент принять худшие но худшего никогда не происходит это факт не ждете худшего ждать худшего это пораженческая позиция готовность принять худшие готовы все любой момент ради бога и с какого-то момента действительно благодатное течение жизни становится для вас реальностью раньше вот такому помыслить бы не могли вдруг это фактом стал я нахожусь в переходном периоде и не могу активно заниматься людьми то есть встречаться с ними разговаривать принимать их давать медитации не могу это невозможно тело не может делать и то и другое намного важнее конечно чтобы оно смогло привлечь как нужно больше силы силы истины и работать в тишине вот так чем помогать развитию одного двух трех или даже 100 людей ну мать прекрасно понимает что находясь как она говорит переходном периоде когда супра ментальная жизнь еще не установилась не вполне устоялась она не должна отвлекаться на посторонние предметы как то необязательное общение с людьми участие в разного рода массовых мероприятиях работа с письмами наглый тот небо вот это убрать чтобы я набрала сил это внутренние вот той которая могла бы более активно помогать людям чем мои беседы и разговоры вот той незримой силы который будет давать людям помощь независимо от расстояния и там куда угодно вот она понимать что вот в этот период ей бы это было желательно очень желательно потому что вот тем контакты ваш раме с людьми разными людьми работа с письмами участие мероприятиях там каких-то общественных все это негативно влияет как она это чувствовала да на продуктивную ретрансляцию этих вибраций света в пространство вот туда где они расходятся в беспредельности способны быть восприняты людьми которые готовы их воспринимать но что касается меня вот по поводу периода отшельничество такого своеобразного что касается меня то подобный период отшельничество но у меня можно условно сказать ошельничество хотя находился в самой гуще социума но я был отшельником находясь в гуще социума работая в себе ну живя понимаете да так вот этот период довольно долго длился лет десять моя внутренняя жизнь это была жизнь отшельника при внешней активности социальной но внутренняя жизнь моя моею я туда никого не пускал я не читал лекции я не пытался издать книги я не говорил о духовном низкие мать вот 10 лет я на бумагу излагал что-то но вовне с людьми в общении никаких никто не знал стал с каким-то странным ну и ладно вот купить перестал общаться там перестал с людьми ну так как это было раз ну странно чё там может с головой но по работе претензий не был хоть и то есть вот этот период внутреннего шельничество был обязательно то есть я себя как бы ограждал от необязательных контактов с людьми что можно было избегать я избежал избегал не войти ну странном это показалось со стороны окружающим но я понимал что по-другому нельзя я же не буду прятаться там убегать монастыри куда-то все бросать ясно я поймал что внутренне отшельничество она просто необходимо поняли есть фокус вот что сегодня ну и сих раз миру или монах миру не монах в том смысле что ты изображаешься монаха внутреннюю жизнь который у тебя идет там внутри ты никому ее не показываешь ты на показ ее не не выставляешь она у тебя есть поток открыт вот вы поняли да это очень важный момент не распалять себя никому не рассказывать не делиться ни с кем кем переживаниями внутренним это расхищает духовную атмосферу вот ее надо держать сохранять внутри понимаете вот 10 лет для меня это был вот тот период я был отшельником по сути внутренне уж потом пошли в беседы книги пошли опять-таки не по моей инициативе не по моей меня просто ну со временем как-то господь на и с его помощью стали вот на люди выводить только вот с его помощью я и не хотел мне так было все в порядке все у меня нормально был но видим настал период когда надо открывать рот было все говорить о том что сделано 10 лет это было да в эти годы я ни с кем не говорил о своей духовной работе не беседовал на посторонние темы тоже не болтал не на спортивные не на политический вот но ничего был тихим таким неприметным в этом плане вот исключал по возможности все нежелательные контакты с людьми а профессиональная деятельности на поприще расследование авиационных происшествий необходимые дела внутренние духовная работа во всякое свободное время все это было за дня в день всеми этим занимался но внутрь никого не пускал понимаете как важно хранять вот ту атмосферу внутреннюю духовную сохранять и чтобы плод зрел чтобы сила появлялась чтобы вот тот источник вибраций новой жизни он разгорелся а так вы будете распылять он все время будет у вас это на нет сходить понимаете пока нет силы пока нет внутренней силы духовной очень легко эту малую толику того чтобы накопили растратить а все свои духовные опыта я скрупулезно фиксировал поначалу в записях не спешил их обнародовать а позднее они пригодились и в дальнейшем когда стало новое сознание устанавливаться моем существует то я уже свободно общался с людьми практически никакого влияния на мое состояние оказывал когда сила пришла вот та сила непоколебимая который ничем уже нельзя истребить можно было уже в общаться с людьми свободы до этого я понимал что это будет не в плюс да это у нас что витальное его шло потому что хочется всем там рассказать какой я что у меня там накопилось все интересно вот я хочу вам помочь вот от нас чтобы это ушло когда уйдет тогда и будете помогать по-настоящему зримо и незримо словами или своим присутствием только тогда так раньше ты не получится потом после возможно если в тело не зайдет силу другого порядка если она восстановится если она восстановится от полученного в работе износа тогда все может быть по-другому но на данный момент то есть она говорит здесь вот в своем состоянии несколько позже когда закончится период ну накопление вот этого духовного потенциала когда закончится переселение в условно говоря в новое супра ментальное тело вот нашего сознания индивидуального только тогда когда руководство всей вашей жизнью возьмет господь бог сам господь бог только тогда общественная работа перестанет вас тяготить но общественная выход на люди он не будет уже тягостно тогда будет все нормально то есть контакт с людьми будут вполне вполне терпимы и все и все тогда будет свершаться в общем-то не по вашей воле хочу не хочу воля то будет уже совершенно другого порядка никаких альтернатив или трений вы уже не будете испытывать в общении с людьми будет только радость и вот здесь будет уместным привести пример привести пример преподобного серафима саровского который долгое время упадно избегал прямого общения с людьми из монастыря бежал все время вот в пустыньку там где-то спрятаться никого не видят хотя для начала это было неправильно вот для начала бы ему надо в монастыре все-таки огранку провести для восстановления ровности как бы социальная структура монастырь там всякой твари по паре простите да и он об этом говорил что это мы наветы и темные слова и все еще есть в этом мире то и в монастыре обязательно есть вот он все время от этого бегал поначалу поэтому долгое время ему в общем то вот эта жизнь социальная в монастыре когда его заставляли туда возвращаться на причастие ли он болел там лежал ему был очень тягостно вот поначалу то ему наверное надо было бы вот сегодняшних нашей позиции понятно там ровность обрести потом уйти для накопления духовного потенциала в затвор а уж потом выйти на люди вот у него нарушился вот это естественный процесс сегодня понятный вот очередность того что должно быть они же начинали состязание телесного тела это источник всех неприятностей это изначально было внушено монахом тем кто действительно стремился к богу идти по-настоящему значит борьба с телесными разного рода желаниями все эти вывороты судьбы истяжание тела намеренно его истязание чтобы пострадать по примеру христа есть даст господь пострадать сочтет нужным она так даст наверное то не надо это делать поэтому они с молода получили очень много неприятностей сфере здоровья физического вот те люди которые исполняли под заветы монахов тех новоначальных вернее изначальных вот монах первых монах которые намеренно страдали подвергая себя разного рода неприятность но вам это не грозит я понимаю что вы на бедность об страдании не будете ввергать физически психически вы себя ввергает каждый день наверное ну психологически что физически нет лишь не будете этого делать и сейчас понятно стало что все проблемы то эволюционной или духовной трансформации они исходят из ментальной сферы поэтому изначально молчание ума покой в эмоциональной сфере а потом уже проблемы с телесные они решаются уже после того как покой обретен в сферах ума и в сферах эмоциональной понятное вот сегодня это очередность понятно а в те времена все было наоборот совсем наоборот вот серафим саровским стал серафим саровским тем каким мы его знаем в 60 с лишним лет после того как три года пребывал в молчании после обеда молчания 60 лет он начал молчать понятно да а если бы изначально это был богу губ но вот тот негативный опыт который он прошел он потом об этом говорил он говорил что в общем то не надо крайностей в работе не надо издеваться над телом он же полтора года лежал в 21 год ему был страдая тяжелой почечной недостаточностью от безбелковой диеты он белков не ел молодой организм белковой пищи не блан травкой там питался какой-то с ниткой помните да он говорил тяжелая почечная диста белковая дистрофия мало тяжелейший выполз все-таки как-то с божьей помощью как он говорит это то что не следовало поделать сейчас мы понимаем а нам-то а до 1000 дней на камне помните стоял нам-то кажется что вот он он за нас уже все сделал так же как иисус за нас все сделал все грехи наши понесли афим саровский тысячи дней на камне мы же не можем тысячи дней на камне стать нет ну два дня можете поставить и два дня не охота да поэтому все проще на плечи серафима саровского возложить он за нас там ходатай на небе мы ему верим все сделаем так или так об чем он тысячи дней ставим на кампу когда я познакомился с его биографии то так более глубоко более подробно потому что многие моменты его жизни они хорошо зафиксированы людьми которые его знали да и сам он говорил о многих вещах то есть он известен его путь жизненно известен так вот когда он на состоянии на камни то начал а после того как ему была предложена должность настоятеля монастыря другого не там где он был азона освободилась эта должность и он получил приглашение туда пойти настоятеля и он колебался божья это воля или отказаться то есть не были колебали и он не пошел он выбрал жизнь пустынную жизнь монаха отшельника не стал строителем или начальником монастыря не стал и соответственно потом вот порожденные силы они же очень-очень лукавые они ему наверно навеяли мысль а может быть воля божия была стать настоятелем монастыря от над эту волю вине эту грех замаливать и вот тысячи дни стояния на камне судя по всему было замаливание ему вот этого кажущегося греха что он не пошел потому что была альтернатива или или я поднял а может господь бог вот потом где-то мысли это пришли мы был туда а он не туда он не согласился вот вам замаливание греха он не просто стоял тысячи дней на камне чтобы господу там приблизиться чтобы замолить этот грех как он считал знаете вам нечего замаливать нет ничего вам никто не предлагал поэтому тысячи дней вам на к тысячи дней до камни не надо стоять что ты сказал не давали он ел чего-то я думаю что он ел он у него камень был ночью один комнате был еще другой камень он ночью стоял и а на улице был вот камень который там вы знаете да это и стоит ел конечно я не думаю что он не ел то его кормил не знаю так что было вот такое поэтому вот эти тысячи дней стояния на камне нам к это как подвиг преподносится что вы и близко к нему не можете подойти к серофиму саровском так что с своей малостью довольствуетесь да вот и живите вот понемножку обращайтесь к нему он поможет вот давайте вот эту позицию иждивенческую изживать никто нам не поможет кроме как мы сами себе с помощью господа пока мы с ним не объединимся никакие посредники никакие помощники нам не помогут они могут только пробудить наше стремление ну как бы пример жизни где-то вот внутри стремление пробудился вы понимаете да работает за ваш никто не будет открываться господа устанавливать ровность до внутреннюю никто за вас делать этого не будет это каждодневный труд это жизнь это изменение своей жизни кардинальным образом понятно наверно разом чудом с вами ничего не произойдет возможно стремление разгореться вот в один момент вот вдруг вспыхнуло что-то но реализация истребления наш требует каждодневного труда это это только начало это только вот та искорка который вас вспыхнула а вы думаете что это постоянные вспышки должны инициироваться чем-то какой-то силой обращением к святым а личик кому-то нет в это не так с от прям во время своего пребывания во франции такое чувство что я вернулся до исторический век в пещерный век все накинулись на меня друг за другом семья друзья и так далее голова шла кругом у меня только и хватало сил что время от времени уйти в свою комнату отдохнуть лежа на кровати и окутавшись силой чтобы выдержать все это как пустые дни они заполнены пустыми вещами пустыми людьми пустыми движениями пустыми разговорами чувствуешь что должен постоянно притягивать силу чтобы заполнить эту огромную пустоту а иначе тебя полностью раздавит ну к этому пожалуй добавить нечего ведь весь мир который пребывает в состоянии помешательства живет действительно в доисторическом пещенном сознании вот это это историческое пещерное сознание сегодня извращено благами цивилизации сознание то же самое на благо блага цивилизации извращают это сознание в пещерный век оно было естественно до сознание дикарей а сегодня дикари уже с компьютерами не с дубиной эти вот извращенное сознание дикарей с атомными бомбами там я не знаю ну еще чем-то вы понимаете вот сознание это в целом она тем же самым осталось психологический человек нисколько не изменился только вот извращают эти игрушки новые цивилизации вот и все вот что сегодня мы имеем он это увидел там чуть с ума не сошел он поехал во францию по поводу издатель издания книги путешествие сознание он хотел там мою издать она никому не нужна была ее никто издавать не собирался и говорили что это вообще не та книга не нужно и никто читать не будет действительно западе когда она была издана несколько позже на западе и читать никто не стал она не нашла никакого отлика только в россии в 89 году был первое издание этой книги вот она нашла вот так у наших читателей меня она спасла она западе на нее никто не отреагировал там люди вообще пещенного века как он правильно утверждал и лишь находясь под надежной защитой божественной силы можно устоять под натяжком этой безумной стихии вот он говорит что я притягивал силу искусственно специально чтобы хоть как-то закрыться закрыться от влияния вот этого мира деструктивного мира владимир меч набоков известный наш писатель ну русского происхождения но зарубежье пребывавший в своей работе николай гоголь есть у него критическая работа о творчестве гоголя вот касаясь идеи заложенный автором в его гениальной повести шинель читали шинель повесть да а как я как и сюда помните как он мой ловил вот там все время шинель новая вот моль появилась вообще смысл жизни поймать мой чтобы шинель мой не съела блестящий показ мы тоже все время моли ловим до чтобы как можно здоровье дольше сохранить вот как шинель чтобы червь не подточил микро потом или еще кто то так вот он в своей работе критически интересным написал что-то очень дудно устроена в мире а люди просто тихо помешанные они стремятся к цели которая кажется очень важной в то время как абсурдно логическая сила удерживает их за никому ненужными занятиями вот это истинная идея повести так вот люди что ты чувствуешь что что-то дудно устроено в мире в результате возникает тихое помешательство чтобы чем-то заняться чтобы внутренний мир изменить нет люди начинают распыляться по мелочам вот они занимаются ловлей моли там или еще кого-то вот основное занятие людей то есть главного в жизни то люди не делают ради чего они пришли на эту зиму за распыляется по мелочам вот так мы живем наверно жили так может быть сейчас что-то изменилось но люди ты в основном так и живу а то что испытывался от прав находясь во франции свидетельство это его духовной несостоятельности именно на тот момент времени понятно он все время стремился создать себе комфортную келейную атмосферу для духовной работы чтобы ему ничего не мешало когда он туда приехал то все любое любой контакт с людьми это было для него страшно просто так что он долго долго не мог установить ровность внутреннюю ровность это факт и он постоянно пытался число это сказать контактов уменьшить каким-то образом вот ограничить себя в общении с людьми хотя в самом начале для установления истины ровности это как раз и очень нужная вещь в контактах с людьми установить ее вот видите как сегодня становится понятным то что не надо делать или очередность того что надо делать и как надо делать видите выхода выводов мы все-таки делаем все в правильности практической реализации сегодня пожалуй к этому же нечего добавить сад прям люди несчастные среди своих богатств лица жесткие закрытые изнуренные люди если прекрасные существа но вся их энергия поглощается этой разрушительной жизнью я никогда больше сюда не вернусь я не отсюда я никогда тут не был лучше из их идеалов такой же агрессивный как они сами я их люблю но они в тысячах и тысячи колье от любой настоящей истины так вот можно только искренне посочувствовать людям искренне посочувствовать людям которые бездумно живут в этом мире и не принимает никаких попыток вырваться из когтисток лап этого мира из его соблазнов видите мир настолько пронизан соблазнами и искушениями а люди именно этим и занимаются они потворствуют этим соблазном они искушения эти принимают за чистую монету за живую жизнь а тех говорит сад прям кто являются собой лучше из старого он говорит есть и прекрасное существо так вот лучше из идеалов старого сознания он говорит что это такие же злобные кусачий агрессоры как и все только в красивой внешней упаковке они вроде бы добрые они вроде бы хорошие они хотят тебя лучшего но мне уж лучше открытый зверь и враг чем вот тот 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 желает мне добра это уж честно вам желает добра гоните их вот этих это самые агрессивные существа но если уж кого поздно гнать то ровность вырабатывать с ним а то скажу чтоб мне сейчас жена желает добра не гоните оставьте при себе она будет продавцом смирение а так вот если люди со страны желают вам добра не дай бог даже добро страшно агрессивно знаете ли не вот добро обычных людей но еще хуже вот того зла ведь америка хоть всем добра вы же знаете а по мне игил милее вот не знаю они вроде как агрессивные не бойтесь тех кто убивает тело обойтись тех кто убивает душу ибо те кто бывает душу убит и тело и все ясно вот это добро сегодняшние она убивает душу это страшно это убийство после которого реанимация невозможно после тела вновь убили тело она вновь реинкарнировалась иди дальше убили душу демонизация душ вот это страшно вот то что сегодня в мире происходит это демонизация душ людей всеми средствами в это так вот ласковые убоющие убаюкающие манеры вот этих людей которые желают вам добра это маска за которой прячутся хищники которых любого в любой момент на тебя наброситься готовы когда будет затронута неприкасаемые этого человека знаете вот те кто желает вам добра это могучие эгоисты и пока вы не затрагиваете хэда они вроде бы как с вами лояльно как только вы царапните вот то чем под этой маской то находится они сразу стальные зубы вам продемонстрируют один наш известный православный кинорежиссер как-то это прилюдно продемонстрировал он бил ногами по телевизору показывать беззащитного парня который нанес некоторые материальные урон его имиджи он каким-то яйцом в него бросил не тухло можно их приличным вот и тот расстроился православный пока держали там люди этого парня он его ногами пинал а телевидение снимала все показывает вот смирение не поверишь нет чтобы лицо вытереть парня поблагодарить что смирение он ему продал это он нет он психует вот видите как у нас а добра желают с экранов телевизора нам не хочу я вашего добра простите от таких людей добра не надо вы таков этот мир мир тотальной режиме тотального неведения мир бездумных и безумных актеров все мы актеры в целом театра теней . кукловод не мы а наши мысли враждебные мысли вот те что в нашу голову не совсем здоровая попадает мы думаем что это мы что это наше мысли на самом деле то не летают вот все эти все мои деструктивные мысли вот кому попало у кого хороший в демонический приемник кто-то живет в демоническом состоянии думать что это он такой вот у кого-то там где-то послабее приемник нож какие-то иные мысли то есть люди думают что они как бы сами принимают решение на самом деле уж простите мы все время под власти во власти импульсов каких-то мы даже не понимаем откуда берется откуда наши поступки проистекают потом мы мог бы я почему я так поступил не знаю да потому что ты приемник всякой дури и вот это тут через тебя реализуется и вот те мысли деструктивные которые питаются нашими эмоциями они как раз и провоцирует все неприятные моменты в нашей жизни то есть это паразиты астральные ну как микробы на эти микробы что же питается каким-то человеческими там всякими разными субстратами да также и наши эмоции которые рождаются в нас эмоции там гнева ненависть и не знаю уныние они тоже провоцируются враждебными силам враждебная сфера те же микробы те же паразиты которые питаются нашими излучением излучения психики наши это все микробы и эти самые как еще вирус они на уровне телесном паразитируют понимаете да то есть мы по сути является объектом пока мы не в господи пока мы не решили главные проблемы мы являемся источником и объектом донором для всяких деструктивных сил вот и все вот так бы хотелось чтобы мы все-таки себя поняли приняли и перестали быть источниками благосостояние деструктивных сил пора боже задуматься наверно да на смысл собственного существования